Всем привет! В сегодняшнем видео я проведу небольшой обзор, распаковку и первое подключение к телефону нового фитнес-браслета от компании Honor, Honor Band 6. Это мое первое устройство от Huawei, поэтому будем знакомиться с ним вместе с вами. До этого я использовал Mi Band и как раз будет то сравнить, то лучше Mi Band или Honor. Давайте начнем распаковку, посмотрим что у нас по комплектации. Снизу есть защитная пленка, здесь небольшой язычок и нам нужно вытащить его. Так, здесь у нас браслет, так, все, больше ничего нет. Вот такая коробочка комплектация, заказывал браслет на Алиэкспресс серым ремешком. Он сейчас, насколько я понимаю, выключен. Давайте посмотрим. Корпус полностью пластиковый. Датчик немного выступает. Также здесь, как и на Mi Band, магнитная зарядка. Кнопка активная для включения и переключения между режимами. И гипоаллергенный ремешок. Также здесь должна быть зарядка магнитная. Да, вот она. Открываем. Серийные номера отдельным листочком. Так, и инструкция по китайскому. Давайте посмотрим. Такой хороший, большой, длинный кабель. У него разные колеса и не дает, то есть неправильно его подключить. Отталкивает. Только вот так. Проводом до кнопки. Давайте включим. Honor. Я думаю, эту пленку можно снять. Так. Убираем. Идет загрузка. Это китайская версия. Глобальной сейчас нету еще. И, если правильно помню, то здесь русского языка не будет на китайской версии. Только английский и китайский. Увидим. Нужно установить приложение Huawei Health, Huawei Здоровья. Так. Honor Band 6. Дель C65. Отсканировать QR телефоном. Я не буду углубляться особо в технические характеристики. Его основные нововведения по сравнению с пятым бендом. Обзоры вы сможете найти на других каналах. А я лишь покажу свое первое впечатление после использования Mi Band 5. Также подключим его к телефону и посмотрим на все основные функции, которые есть как в самом браслете, так и в приложении Huawei Health. Теперь нам нужно будет подключить ремешок к телефону. Для этого нужно будет или отсканировать QR-код, который есть на браслете, или скачать с Google Play приложение Huawei Здоровья. Я его скачал заранее, поэтому входим, подтверждаем все разрешения. И теперь нам нужно войти в Huawei аккаунт. Если он у вас есть, то входим, если же нет, то создаем. Так, создал аккаунт. Заняло не более двух минут. Теперь нам нужно добавить новое устройство. Ниже вкладка устройства. Добавить. Так, и что же у нас здесь? Умные часы или браслеты? Я думаю, браслет. Так, вот Honor Band 6. Нажимаем. Дисплей 1.44 дюйма. AMOLED. Защита от воды. Включаем местоположение. Так, вот оно шло. Видим по серийнику Honor Band 6. C65. Так. Opa Rina 3 Pro. Запрос на сопряжение. Нажимаем на галочку. Все успешно. Автообновление. Потом лучше разберем. По Wi-Fi. Включим. Продолжить. Предоставить приложение разрешение. Включаем доступ. Так. Huawei здоровье. Разрешаем. Уведомление. Выполнено. Разрешить. Разрешить. Для более точного измерения данных затяните ремешок устройства. Окей. Данные ему не нужны. Так, заряд 81%. И видим. То есть, Honor Band 6 уже успешно подключен к телефону. Всего это заняло у меня не более 5 минут. С момента, как я достал его из коробки. Создал аккаунт. И провел синхронизацию по Bluetooth. И что мы видим в приложении? У нас доступны циферблаты. Мониторинг пульса. Справка. Дополнительная информация. Устранение неисправностей. Это, наверное, если не приходят уведомления. Что делать на определенных устройствах? Будильник. Умный будильник тоже доступен. Однозначно, если он будет работать правильно, будет хорошим плюсом по сравнению с Mi Band 5. Отчеты от погоды. Так, уведомления включены. Настройки устройства. Обновление ПО. Проверка. Загрузка обновления. Так, сейчас браслет получает последнюю прошивку. Подождем немного. Так, одел Honor Band 6 на руку. Ремешок достаточно приятный. Похож больше на ремешок для смарт-часов. На Mi Band 5 это не оригинальный ремешок. Но он намного удобнее, чем тот, что идет в комплекте. И что я могу сказать, если сравнивать так Mi Band 5 и Honor Band 6. То Honor немного больше, чем фитнес-браслет. Но и меньше, чем любые смарт-часы, которые в данный момент присутствуют на рынке. Это хороший вариант для тех, кто не знает, что для него лучше. Смарт-часы, либо же фитнес-браслет. Обновление прошло успешно. Немного ознакомился с функционалом как в браслете, так и в приложении Huawei Здоровья. Установил вот такой вот циферблат с магазина TM Huawei. На главном экране мы можем делать свайп вниз. Откроется такая шторка. Здесь мы можем включить ночной режим. Включить поиск устройства. Довольно такой громкий будет звонок. Так что вы точно сможете найти телефон, где он завалялся. Включить будильник. Сейчас включен у меня. И выставить включение экрана на 5 минут. То есть он не будет выключаться вообще. Давайте включим. Также здесь будут настройки. Это те же самые настройки, если на главном экране нажать на кнопку. И видим. Будут режимы активности, записи активности, сердцебиение. Если включен в приложении Huawei Здоровья автоматическое отслеживание пульса, то здесь он будет отслеживаться самостоятельно. Эта кнопка возвращает или домой, или переносит к всем функциям. Так. Режим измерения уровня крови. Так. СПО-2. Измеряет насыщенность крови кислородом. Но я так думаю, это неправильное измерение. Так как медицинский прибор, который есть у нас, показывает совершенно другие показатели. Записи активностей. Сон. То есть, сколько мы спали последнее время. И здесь небольшая статистика. Нам вернуться назад от левой стороны. Уровень стресса. Немного позже покажу приложение. Днем. Дыхательные упражнения. Можем здесь выбрать настройки для дыхания. Управление музыкой. Приключения. Очень похоже на меню с Mi Band 5. Уведомление. Очень хорошо видно. Но, к сожалению, никаких эмоджи здесь не отображается. Только текст. Но, как видим, русские слова видны очень хорошо. И читаются отлично. Также погода. Очень хорошо сделана. И отображается все четко. Алипай у нас недоступна. Секундомер. Таймер. Будильник. Кстати, здесь есть умный будильник. Фонарик вот такой в темноте может иногда пригодиться. На эти устройства я уже показывал. Настройки. Здесь в настройках мы можем выбрать встроенные циферблаты. Так. Назад. Выбрать любимые функции. То есть те, что будут включаться при свайпах с главного экрана. Уровень яркости. Тоже классная штука. На солнце будет плохо видно. На минимальной яркости. И здесь, в принципе, все. Включить умный режим выключения. И режим экрана. По функциям. Уровень стресса. Активность. Музыкальный плеер. Погода. И сердцебиение. В принципе, все аккуратно. Никаких лишних функций здесь нет. Возможно, с обновлением добавят еще что-то нового. По русскому языку. В данный момент русского нет. Есть только или китайский, либо английский язык. Ну, в принципе, здесь, как таковых, названий мало. И даже тому, кто не знаком с английским вообще, сможет полностью настроить браслет под себя. Думаю, никаких сложностей с этим не возникнет. Теперь давайте перейдем к приложению Huawei Health. На главном экране у нас отображается последняя физическая активность. Записи по отображению местности, где мы ходили с ним. Пульс. Статистика. Сон. Вес. Если подключать, например, какие-то умные весы от Huawei, уровень кислорода в крови, но, опять же, повторюсь, он не отображает правдивой информации. Позже будет отдельное видео по этому моменту. И уровень стресса. Так. Давайте перейдем к устройству. Нажимаем Honor Band 6. Здесь мы видим последнюю информацию. Здесь выбираются циферблаты. Которые есть в магазине TM Huawei. Пока что установить кастомные циферблаты нет возможности. Но я думаю, стандартных циферблатов хватит некоторое время. Все они бесплатные. Мониторинг. Здесь есть Huawei True Sleep. То есть отображение качества сна, дыхание в режиме реального времени. Анализ фаз сна. И более 200 оценок сна и рекомендаций. Включение всех функций в режиме мониторинга потребляет заряд батареи. Поэтому имейте это в виду, если у вас ремешок начал быстро разряжаться. Напоминаю, уведомление, когда вы сидите без движения дольше часа. Такая же функция была на Mi Band 5. Постоянный мониторинг пульса. Также здесь можно включить уведомление о высоком или низком пульсе. Превышение считается от 110 ударов в минуту. А низкий показатель это от 50 и ниже. Так, окей. Назад. И тест уровня стресса. Здесь тест уровня стресса немного отличается от Mi Band 5. И мне кажется, что он отображает более правдивую информацию. То есть, чтобы включить, нам нужно сначала откалибровать. И калибруется это как? Мы одеваем браслет на руку. Выполняем по рекомендациям. И калибровка займет около 60 секунд. Здесь будет калибровка согласно вопросам. То есть, приложение будет задавать некоторые вопросы, а нам нужно на них отвечать. В зависимости от этого, мы будем получать данные о нашем пульсе. И программа будет рассчитывать это по своему алгоритму. Очень интересно. Отвечаем на 12 вопросов. И рассчитывается уровень стресса. Справка о устранении неисправности нас перекидывает на внешние источники по получению дополнительной информации. Здесь есть и также меню будильников. Умный будильник. Значительно плюс по сравнению с Mi Band 5. Он встроен, он работает из коробки. Мы можем здесь настроить промежуток нового будильника. То есть, выключить его вообще. Либо же, возможность активировать от 5 до 30 минут. Повторим. Также отчеты о погоде. Выбираем единицы измерения. Включаем уведомления нужных приложений. Если уведомления не отображаются, переходим подробнее. Здесь вам расскажет, что нужно сделать. Настройки устройства. Управление музыкой. Выведомление об отключении Bluetooth. И активация поднятия устройства. То есть, сейчас он выключился. Подняли, активировался. Достаточно быстро реагирует. И это хорошо. Ну и в принципе, это все настройки, которые есть на данный момент. Обновление ПО мы прозделали. И установлена последняя версия 10. 1.0.92. Ну и на этом у меня в принципе и все. Я показал вам все функции, которые доступны в данной модели. Если у вас будут дополнительные вопросы, либо же пожелания по следующим видео, то пишите ниже в комментариях. А на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за внимание. И до встречи.